здравствуйте мои дорогие подписчики ну и конечно же зрители сегодня мы с вами встречаемся в стенах моего дома в частности на данный момент локация это кухня сегодня у меня домашние дела домашней заботы те кто меня смотрит уже давно знают о том что первый выходной это правило суббота в этот раз у нас совпало так что три выходных вместе с праздником днем россии а так обычно субботний выходной я провожу с семьей с мужем отдыхаем устраиваем какие-то мероприятия какие-то выходы а уже воскресенье перед рабочим день перед рабочим днем я естественно провожу дома провожу за домашними делами заботами это наготавливаю кушать уборка стирка в общем воскресенье у меня отдых отдыхом этот день не назовешь вот и сегодня я на кухне здесь у меня творческий беспорядок пику пиццу в духовке уже первая пицца стоит уже мы даже запеклась и сейчас будет 2 тесто еще осталось еще на одну пиццу закрыла окна потому что слишком пересвет в общем когда я снимаю получается пересвет здесь меня маринуются ребрышки в травках специи соевый соус буду в рукаве запекать ребра с картошкой пиццу уже приготовилась первая пицца у меня с оливками а вторая будет болгарским перчиком вместо оливок я положу болгарский перчик но несмотря на то что у меня сегодня много домашних дел у меня все-таки был выход на улицу я сходила в магазин за продуктом друзья мои поступает много вопросов летают ли у вас в городе птицы посмотрите даже вот такие птицы летают что они на веревочке конечно же это шутка и падают вниз головой и опять взлетают такие рыжие красивые птицы пролетают просто иду из магазина и и тут вот такое вот зрелище сегодня у нас солнышко с утра его не было сейчас солнышко на небе но ветер ветер сегодня сильнее чем вчера до солнышко конечно припекает хорошо припекает но ветер портит всю погоду и как ни странно принесла ощутимую корзину продуктов действительно видно что да я что-то купила и всего лишь на тысяча пятьсот шестьдесят семь рублей сдают двумя чеками у нас в магазине сейчас тоже взяли такую моду почему-то пробивать двумя чеками вот один чек пятьсот девяносто шесть рукой девятьсот семьдесят в общем тысяча пятьсот шестьдесят семь шестьдесят по моему рублей у меня обошлось все это вы смотрите вы видно что да действительно ли что-то купила там у меня правда оладушек со сгущенкой то мирончик кушал давайте пробежимся по быстренькому что сколько стоит так вот где есть цены бананы килограмм 195 рублей огурцы маша 165 рублей за килограмм помидоры красный барнаул 168 рублей за килограмм это я взяла помидорчики на пиццу буду сегодня делать пиццу сыр монастырский двор пятьсот шестьдесят четыре рубля килограмм колбаса докторская триста восемьдесят семь рублей килограмм стародворье укроп семьсот пятнадцать рублей килограмм эта упаковочка на 70 рублей молоко так 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 молоко и камилк вот девяносто восемь рублей 32 стоит 100 рублей так мука пшеничная это другой чек мука пшеничная мука мука макфа 129 рублей это была самая дорогая мука олейка стоит восемьдесят шесть рублей к примеру так дрожжи сейчас буду тесто заводить сама дрожжи 8 рублей штучка я взяла три штуки так что еще а микада маслины без косточек маслины без косточек 104 рубля маслины так майонез кальва майонез кальва 110 рублей 400 грамм кетчуп махеев 300 грамм 71 рубль вот 71 рубль и картошка 79 рублей вот сегодня чувствуется что в принципе я сходила в магазин отдала всего лишь там грубо говоря тысяча пятьсот рублей ну и принесла два пакета продуктов показывай что ты там мироша меня позвал гадать пойдем посмотрим что я сделал что это кто поезд поезд со зрителями ты поздоровайся всем привет всем привет привет мирошечка нас с утра немножко огорчил посмотрим конечно что будет завтра но сегодня он проснулся у него вот такой вот небольшой кашель пишения в горле самое и самое главное это конъюнктивит когда у нас такого не было но все видимо должно быть впервые поэтому сегодня он проснулся с больными глазками по нему даже видно что ребенок приболел наверное нам завтра предстоит посещение поликлиники педиатра окулиста не дотянул мирончик у нас недельку думала что я неделю поработаю спокойно мирошка походит в садик в следующий понедельник прилетает бабулечка и уже забирает мирошку в отпуск но к сожалению вот так говорится мы предполагаемо бог располагает но посмотрим на живем до завтра утро вечера мудренее посмотрим что что будет завтра но пока все идет вот к тому что я сейчас и озвучила только пожалуйста не надо писать подобных комментарий я знаю что уже есть среди моих зрителей такие люди которые любят жалеть наших северных детей и делать их несчастными детишками нет все наших деток хорошо а то что болеют ну кто-то болеет кто-то не болеет и вы знаете и на материке детки болеют и есть детки которые почаще нашего мирончика болеют все это зависит от детей я думаю по большей части просто все это зависит от самого ребенка мои старшие дети например тоже северные дети да они здесь нерожденные но они привезенные софи привезенные в раннем возрасте и было три годика и 10 лет и и прошли на севере данилу было 9 лет и также он уехал отсюда в 16 лет и поэтому но они тем не менее не болеют вот потом чтобы не сглазить они ходили в садик ходили в школу стопроцентная посещаемость я не ходила никогда на больничные ну вот так вот с мирончиком вот так ну это просто зависит от ребенка они от того что бедные наши северные дети вертолет давай тебе помощь не нужна будет и сам справишься а мироша мы же с тобой пакет вчера не разобрали с твоими покупками с обновками мы вчера ходили по магазинам и до закуп до закупили часть одежды для мирончика но мы его собираем в отпуск и очень удачно очень бюджетно он нам вчера обошелся давайте посмотрим что мы его приобрели такие вот три кошечки стоит 600 659 рублей такие штанишки такие джинсы купили в остине стоили 999 час 799 я считаю вообще джинсы классные сидят очень хорошо классная посадка у них и за такую цену 799 рублей прям удачно а вот эти шортики мы взяли в дочках сыночках цена на них стоит 1079 но это цена не актуальная на них была скидка 599 и в итоге мы взяли за 249 рублей представляете 249 рублей джинсов и шорты но это вообще конечно так что еще мы взяли вот эта футболочка у нас пошла в подарок в гости не стоит она 399 рублей она нам пошла в подарок как третья вещь мы две вещи взяли взяли джинсы взяли кофту и футболочка пошла в подарок вот такая кофточка 499 рублей со скидкой была 699 это кофточка вообще хорошего качества у нас уже такого же качества есть свитшот состина просто нам стал маленький ничего с ним не сделалось и вот за 499 рублей 500 рублей носочки взяла и мирон чуку две пары 219 и себе взяла носочки три пары 349 рублей в остине ну вот так вот у нас ребенок собранный в отпуск и зачем мы будем одеваться на материке как вот раньше до ездили люди с норильска уезжали в отпуск там одевались потому что норильске было купить очень дорого и был плохой выбор поэтому люди уезжая в отпуск там уже одевались собирались вот а сейчас смысла я вообще смысла не вижу сейчас все есть норильские детских магазинов в принципе хватает может быть и для взрослых не очень большой выбор но детских магазинов и акула и спортмастер и детский отдел и глориа джинсы дочки-сыночки и остин детский отдел в принципе ну я думаю что ну вот лично как по мне мне выбора хватает мне выбора достаточно чтобы собрать ребенка ну вообще чтобы купить что-то ребенку ну и цены вы сами видите довольно таки приемлемые постоянные скидки цены такие же как на материке это у нас это же сетевые магазины поэтому цены идентичные материковским ценам ну может быть берется какой-то небольшой там процент начисляется за доставку может быть и и есть какая-то небольшая разница но поверьте мне она настолько небольшая что она неощутима эта разница нету вот этих больших цен в больших разбегов точнее вот ребенок собран так тебе надо было треугольниками порезать или тебя надо было в кафе сводить в пиццерию порезать треугольную пусть будет прямоугольная квадратиками где-то пускай так будет он у надо же хочу верончик свое любимое лакомство кушает ура огурцы подешевели да сынок можно кушать сколько хочешь нос не дышит носик сейчас надо промыть почему потому что нос забился у тебя ты не чувствуешь не чувствуешь дышать то плохо тебе все одна пицца готова вторая с болгарским перчиком в духовке на кухне жарко все форточки раскрыты отопление шпарит ну пусть лучше будет так лучше открыть форточки открыть окна ну хотя хочу сказать что у нас впервые такое но по крайней мере на моей памяти такой впервые завтра уже 14 июня практически середина середина июня отопление еще включена еще топят правило начало июня всегда отопление раньше отключали но до десятых чисел отключали я не помню чтобы в середине июня было отопление может быть я ошибаюсь может быть кто-то вспомнит что такое уже было но я не помню вот такое у нас затяжное северное лето в этом году лето везде в этом году подкачала практически во всех регионах ну и на этом я буду с вами прощаться спасибо что досмотрели видео до конца подписывайтесь на мой канал ставьте лайк всем пока пока до скорых встреч